Ну, если так поразмыслить, то это все потому, что у Макларена гнутся крылья. А еще это, ну, колеса крутятся. Всем салам, с вами Самый Сликий, самый адекватный обзор Гран-при Азербайджана. Знаете, нетипичная гонка приключилась? Именно нетипичная для самой трассы в Баку. Обычно ведь у нас трэш и угар. Повсюду котики, карбоновые обломки, сломанные антикрылья и куча рукожопов, отчаянно ищущих заднюю передачу в очередном кармане. На сей раз единственный вменяемый инцидент приключился под самый финиш. Но это вовсе не значит, что гонка была скучной. Это была гонка преследования. Минимальные отрывы на всех этажах пелотона и погоня, погоня, погоня. Что ж, давайте сразу приступим к основному. Разложим все по полочкам, шьерт побери и поищем плюсы и минусы прошедшего Гран-при. Эх, сейчас бы вискарика со льдом, но льда нет, он уехал. Да, вместе с вентилятором. Думаете, бред? Нет, ребятушки, это Формула-1. Я, конечно, за 30 с лишним лет многое чё повидал. Ну вот чтоб машина Формула-1 с кондером. Такое видел впервые. Забавный случай, учитывая, чем закончилась гонка для Албана. Но в моменте выглядело нелепо и стрёмно. Ибо пилоты как раз выезжали на решающую попытку третьего сегмента квалификации. Ну а Саня Албан выехал прямо с вентилятором. Потом пытался извлечь гаджет из горловины воздухозаборника. Опоздал на быстрый круг и весь вечер потратил на осознание того, как такое вообще могло произойти. Еще один квалификационный фейл приключился в Баку. Я вот честно не знаю, ребятушки, как Макларену каждый раз удается создать вот тот самый момент, из-за которого Норрис проиграл титул. Конечно, потом в гонке Ландышу удалось отыграться, но после квалы ситуация выглядела максимально печальной. В чем там был прикол, честно говоря, особо никто и не понял. Один из альпинистов хромал на трех колесах в боксы, один из маршалов включил ненадолго желтый светофор, другой за поворотом махал белым флагом, индикация желтых флагов была еще дальше, и она была очень короткой, так что метров через сто уже мелькал зеленый светофор. В общем, путаница, в самом омуте которой и оказался Ландо Норрис в первом сегменте. Он допустил серьезную ошибку в повороте, потом скинул газ, и решающая попытка была окончательно испорчена. Так что это, если в конце сезона будете искать тот самый момент, из-за которого Норрис проиграл чемпионат, ну, не забудьте вспомнить и эту квалификацию тоже. Наш третий минус, возможно, покажется вам немного спорным, но я решил действовать, ну, последовательно. Помните, в Монце я сетовал на то, как Максим Йосович Ферстаппин улучил момент и как-то немножко гадски сдерживал Норриса. Тут произошло то же самое, только в обратную сторону. Как говорится Молчалин, не рой турбо-яму другому, сам в нее попадешь. Ландыш, находясь на альтернативной тактике, сначала Перца придержал, что позволило Пиастри остаться впереди, а потом и Максима Йосовича долго мурыжил за собой, да так что того прошел и Рассел. Но стоит признать, ребят, что конкретно в этой ситуации Норрис все-таки действовал стратегически. Там вот эта грань, она довольно тонкая, и каждый, наверное, по-своему ее воспринимает, поэтому я говорю, минус спорный. По итогу-то что вышло? Ландыш не просто подосрал сопернику, а помог Пиастри победить, и сам оказался впереди своего непосредственно конкурента Макса и отыграл еще очков. Так что еще раз повторю, тонка грань между геройством и подлостью, и решайте сами. Но я решил быть последовательным, там сдерживал минус, и здесь, значит, сдерживал, пусть тоже будет минус. На втором месте вы, наверное, еще сильнее будете негодовать. Леклер, да? Не репентеси, не бухтите. Сейчас объясню. Я не собираюсь критиковать Шарля и в хвост, и в гриву, но есть один момент, который меня сильно смутил. Сдается мне, ребятшки, у нашего Леклерушки напрочь отсутствует фантазия. Да, я прекрасно понимаю, что обгонное место в этот раз было лишь одно, в конце стартовой прямой. Я знаю, что на грязной части трассы ловить было нечего, и все вот эти доводы аналитиков учитываю. Но я зритель и наблюдаю за борьбой со своего дивана. И что же я там вижу? А вижу я, братцы, что гонщик, упустивший лидерство, пытается раз за разом вернуть его одним и тем же способом. Я бы даже не назвал это попытками атаки. Так, прощупывание, типа, пойду на внутреннюю, закрывает. Хорошо, пойду по внешней. Ладушки, еще раз пойду по внешней. И так 45 раз. Похоже, на сей раз не только хард, но и гонщик за рулем оказался несколько бесполезным. Еще раз повторю, насколько сложно было обогнать Оскара на Макларене, я прекрасно понимаю. Но всю дорогу я ждал от Леклера какого-нибудь хитрого, неожиданного маневра. Но так и не дождался. Да уж, гонка в Баку могла бы стать хорошим напоминанием, почему Чека остается в Рэдбуле. Или напоминанием о том, что Сайнц не просто какой-то ветеран из Вильямса, а когда-то он мог в гонке. Жалко перца, в кои-то веки на подиум ехал. Жалко Сайнца мог бы стать героем гонки. Но жалко, как мы знаем, у пчелки, которую охраняет Себастьян Фетель. Поэтому погнали. Конечно, авария была глупой. Конечно, никто ее не хотел. Вполне естественно, что болельщики с разных сторон приступили к поискам виноватого. Соглашусь, на первый взгляд вроде как Сайнц накосячил. Но знаете, можно сколько угодно разглядывать, кто куда там руль вертел, кто куда смотрел. По мне, так это действительно гоночный инцидент. Сейчас на пальцах покажу. Моя версия в том, что идеальная траектория была всего лишь одна. Грязная часть трассы, невозможность обгона и все прочее. Заметьте, в этот раз действительно гонка проходила осенью, а не весной. И трасса немножко поменяла свои характеристики. Никто не пытался обогнать, перекрестить во втором повороте. Ну, Ликвер пытался, да не выпутался. В третьем повороте никто особо не обгонял. Только в самом конце пелотона это очень изредка. То есть фактически обгонное место было только одно. В конце старт-финишной прямой. Поэтому очень важно было после второго поворота занять именно вот эту чистую часть траектории. А для этого надо было просто на нее выехать. Но так как и Сайнс и Перес после заварушки первого поворота оказались фактически на грязных частях трассы. Один с внешней, другой с внутренней. То оба вполне логично сразу же нацелились на эту чистую часть трассы. А она две машины в себе не вместит. Ну и как бы нашла коса на камень. Никто не хотел уступать и все закончилось вполне логично. Оба пострадали. Там вообще неприятная ситуация, честно говоря, произошла. Авария-то в принципе была не такой уж и страшной. Это был всего лишь разгон. Это было не в конце прямой. Но в это время отец Сережи Перцева пошел в ванну. Видимо выматерится, выкричится. Ну и как бы схлопотал прединфарктное состояние и потерял сознание. Но уже его отвезли в больницу. Вроде как с ним все в порядке. Сам Сережа тоже слегка потерял самобладание. Пошел там стучать по шлему Сайнсу. Сайнс в это время оказался просто козлом отпущения. Он сидел в машине и спрашивал, что вообще произошло? Что такое? Ехали же нормально, никого не трогали. В общем, действительно глупая авария. Поэтому она и возглавляет минусы. По итогам Гран-при Азербайджана. Ну чего-то ужасного, чего-то катастрофичного, приводящего к разборкам. А кто же виноват? Да что же вы творите? Да нет. Обычный гоночный инцидент. И жаль, что именно вот такая обычная глупая авария и стала самым ярким трушевым моментом всего Гран-при в Азербайджане. Что ж, от тех, кто не смог, перейдем к тем, у кого все получилось. Причем местами получилось не просто хорошо, а, блин, удивительно хорошо. Я надеюсь, у меня тоже хорошо получается рассказывать о Гран-при Азербайджана, и вы это оцените. Ведь наш канал существует только благодаря вашей поддержке. Оказать которую можно по ссылкам в описании или при помощи вот этого вот QR-кода. Заранее премного благодарен, ребятушки. Ну и погнали в плюсы. На пятом месте у нас, на мой взгляд, очень прикольный момент, ставший одним из главных мемов Баку. Когда Шарль в тренировке решил проинспектировать на прочность стеночку, его машину отшкребали от бетона весьма колоритные маршалы. Парни надели кепки-аэродромы, чем привнесли в этот чопорный мирок Формулы-1 очень клевый национальный колорит. Шутеечек по поводу этих парней в интернетах уже написали изрядно, так что не буду уподобляться. И просто скажу, красавеллы, парни! То, что натворила в Баку молодежь, вполне укладывается в мои представления о том, что современные пилоты, взращиваемые с мальца, уже к двушке являются вполне профессиональными спортсменами и готовы ехать сходу на любой трассе и в любой команде Формулы-1. И вот в Баку вдруг выяснилось, что наш новобранец Пепси Литр, он вам даже не сержант. Он прям майор какой-то сразу. Командир роты приятных сюрпризов. Но давайте оставаться в адеквате. Многие удивлены, в том числе и я поначалу, что не самый выдающийся гонщик младших Формул едет вполне себе неплохо. Но мы с вами уже взрослые, поэтому давайте по-взрослому и напрямоту. Все эти воспитанники молодежных программ способны ехать годно. Позволяет Вильямс держаться на грани десятки. Пепси Литр держится. Че? Колопинто, точно, блин, колопинто. Но у медали всегда две стороны. Пока что, мне кажется, как раз исходя из того, что всю молодежь воспитывают одинаково. Одинаково профессионально, но одинаково. Поэтому поймите меня правильно, есть ощущение, что да, они хороши, но на волшебство все-таки не способны. В следующий раз Вильямс будет ехать медленней, и гонщик выступит хуже. Я это говорю, ребятушки, лишь для того, чтобы вы не накручивали себе очередного гения. А то уже понеслось. Он там похож на сен, ну, да его надо в заобер сразу посадить, в заводскую команду Ауди, ну вы чего в самом деле. Всегда вспоминайте в этом случае историю с Девризом, и что из нее вышло. Ведь не забывайте, вполне может получиться так, что эта история Золушки со взмахом клетчатого флага последней гонки сезона вполне может превратиться в тыкву. Впрочем, я всегда говорю, что в обзорах хвалю или критикую только по факту конкретного Гран-при. И как бы там в будущем ни сложилось, давайте этот факт все-таки зафиксируем. Франко Колопинто в Баку выступил просто блестяще. Он стал настоящим героем этой гонки всего уикенда, и вот такенный молодец. Ну и да, если сравнивать все с тем же сержантом, то действительно, его результат похож прям на волшебство. Ну и тут же у нас Берман. Он вроде как на третьем месте по плюсам, но они с Колопинто прям оба молодцы, сами понимаете. Но товарищ Медведев все же оказался единственным хасом в очке, к тому же впереди коллеги товарища Холмогорова. Правда, там такой стремный момент произошел, и немногие его заметили после вот этой стычки между Сайнсом и Пересом. Ну, я бы сказал, не в стычке, в тычке в стену нахрен. Там ситуация была немного другая. Именно Халк ехал десятым, за ним был Хэм и только потом Берман. Но когда парни проехали по обломкам, в конце прямой вывесили таки зеленый флаг. Хюлькенберг стал, как и Норрис, в квалификации жертвой невнимательности. Он не сориентировался, решив, что все, сейчас выкатят пейскар, и Майландер победит в гонке. Но не тут-то было, и в одном повороте Николай упустил сразу двоих, а заодно и очки. Ну что ж, как говаривал Даниил Вячеславович Квят, это гонки. Отмечу также, что Олли стал автором редчайшего достижения. Он взял очки в рамках одного сезона за рулем двух разных машин. Надо его еще вместо перца попробовать в рутбуле, а лучше посадить парня в заубер на одну гонку. А то Ботасу аж обидно стало. Молодые парни пришли и сразу очки разобрали, а он так и остался с голой задницей. Ну и это, ребяточки, после гонки в Баку, глядя на Бермана, у меня остался в душе один такой щекотливый вопросик, на который я даже сам не знаю, как ответить. Ну и нахрена теперь Магнуссона? На втором месте по плюсам, а если уж совсем мыслить адекватно, наверное, они заслуживают и первого. Находится команда Вильямс. Колопин-то мы уже похвалили, но давайте учитывать, что весь этот молодняк оставил позади Саня Албан, показавший лучший результат в сезоне. Седьмым он был в прошлогодние Монце, а двумя машинами в очках Вилки были год назад в США. Так что весьма уникальное достижение и... Блин, у меня снова вопрос. А нафига теперь Вильямсом Сайнс? А еще, мне интересно, это была разовая акция, потому что трасса подошла машине, или Вильямс действительно решили под конец спрогрессировать и поучаствовать таки в борьбе. А то как-то получается, что сезон у них совсем слабый вышел. Но по факту Баку, да, Вилки однозначно герои, и благодаря заработанным очкам они опередили альпинистов в Кубке Конструкторов. Что уже весьма и весьма круто. Когда под самый финиш появился виртуальный пейскар, я сразу подумал, да шо ж такое, никак Пиастрин нормально победить не может. А потом понял, нормально, нормально победил пацан. Если мы тут нахваливаем Колопинто и Бермана, давайте уж признаем, что самым крутым гонщиком в Баку был все-таки Оскар Пиастрин. Не стал лезть в бутылку на старте, совершил очень неожиданную и смелую атаку на Леклера, и большую часть гонки возил его за собой, не давая совершить такую же неожиданную контратаку. Три гонки сражались эти парни, и вот, наконец, Пиастрин взял верх над Леклером. И тут я бы хотел отметить, что начинал этот сезон Оскар ни шатка, ни валка. Были проблемы с падением темпа по ходу дистанции, да и много чего. Но, видимо, все эти недочеты в гоночном образовании удалось таки ликвидировать, и на сегодняшний день Пиастрин действительно является очень стабильным и, безусловно, быстрым гонщиком. Так что теперь вот, после этой нормальной победы, факт. В полку топов Формулы-1 прибыло, и, похоже, надолго. Ну что, давайте в математику. Конечно, Пиастрин и Леклер практически наступают на пятки Норрису, но все же в сопернике Ферстаппину годится только Ландыш. Ну, честно математически. На данный момент минус 59. До конца сезона семь гонок и три спринта. Получается, что каждый раз Ланда надо отыгрывать по шесть очков у Максима Йосовича. А это значит, что с Зандворда, когда мы начали вести этот подсчет, ничего не изменилось. Шансы на титул у Норриса все те же. Фактически, провал в квалификации вовсе не поставил крест на сезоне. К тому же, в гонке здорово удалось отыграться. Поэтому продолжаем подсчитывать и следить. Ну, а в командном зачете все. Как мы и предполагали, Маки уже вырвались вперед, причем там, кажется, на целых 20 очков, и каких-то предпосылок к тому, что быки все-таки отыграются, нет. Конечно, присутствует мнение, что будет месячный перерыв, и в Рэдбуле что-то там создадут. Ну, как бы они за август ничего не создали, да и тут не создадут. А вот эта мулька с гнущимися антикрыльями, ну, ФИА уже сказала, что до конца сезона ничего менять не будет. Так что, либо попытайтесь скопировать, либо до свидания. Ну, а получится скопировать или нет? Ну, я думаю, что не так-то это и просто без Эдрина Ньюи сделать. Так что, да, ребятушки, в кубках хранилища Макларена уже можно протереть пыль для нового кубка конструкторов. Если вдруг некому будет это сделать, можете взять чувака из Вильямса, он как раз сейчас освободился от своих должностных обязанностей. Ну да, того парня. И пылесос у него есть. Ну, а на этом на сегодня все. В эти выходные уже Сингапур. В прошлом году здесь победил Сайнс. Это был единственный раз, когда не победили Рэдбуллы. И в Сингапуре они сильно облажались. Поэтому, ну, как бы, нет какой-то вероятности, что Максим отыграется. Ну, а Норрису надо снова не допустить какую-нибудь ошибку, да и всей команде Макларен. Как оно там будет, посмотрим уже в это воскресенье. Почувка напрямой Мне не справиться с тобой Отчего летишь ты, как на крыльях Вроде бы я не тупой Прямо за твоей спиной Я кажусь таким же сильным Но когда я бросил взгляд На твой ненавистный зад То мгновенно понял, в чем засада Я увидел на крыле, помогает честь тебе Но такую тоже сделать надо Клянутся крылья, так что не прогнешь Оборону этого парнишки Клянутся крылья, эх, игрен обошь У меня кончаются покрышки Я потом летел домой в самолете чучевой В свой иллюминатор наблюдая Как воздушную струей, словно сильной рукой Крылья самолета искипает В небе вижу я орла, у него есть два крыла И мимо жетон взлетая И тогда подумал я, очевидная фигня Как же раньше мы не догадались Клянутся крылья, так что не прогнешь Оборону этого парнишки Клянутся крылья, эх, игрен обошь У меня кончаются покрышки Клянутся крылья, так что не прогнешь Оборону этого парнишки Клянутся крылья, эх, игрен обошь У меня кончаются покрышки Клянутся крылья, эх, игрен обошь Клянутся крылья, эх, игрен обошь Субтитры подогнал «Симон»